Аудиокнига своими руками Студия Барабаны Судьбы Читает Александр Водяной Евгений Пузыревский Седьмое лето Читает Александр Водяной В этот год зима была малоснежной, теплой и щедневной. Но где есть недобор, обязательно найдется и перебор. Весна, лишь немного отличавшаяся от предшественницы, расположилась надолго и основательно. Дни сменялись днями, а за окном одна и та же картина, Словно кто-то чересчур веселый Приклеил с улицы на стекло Большую фотографию С видом слабо заснеженного двора. Март, апрель. И вдруг Все встало на свои места Словно чужеземные сестры, оры Наконец закончили семейную междоусобицу на Олимпе И принялись за свои прямые обязанности. Да так яро, что отголоски моментально долетели до современной России. Снег растаял, ручьи и тиши устро разбежались, А деревья, не желая отставать, Приняли свое предлетнее состояние. В один из последних весенних деньков, Когда солнце уже активно напекает, Но пока еще безопасно для непокрытых голов, Когда земля уже прогрелась, Чтобы можно было сажать картошку, Когда на большой земле Школьников вовсю муштруют перед экзаменами, Семилетний Павлик Молча стоял посередине избы И смотрел на свою мертвую маму. Когда-то тут жили люди. Не сказать, что весело и счастливо, Но своим существованием в меру довольны. Пятнадцать дворов, пятнадцать семей, Пятнадцать малых социальных групп, Не знающих, что они таковыми являются. Болезни, старость, пьяные драки, Неурожаи, несчастные случаи Безуспешно пытались расколоть Устоявшееся число. Но бабы на Руси рожать умеют, А мужики, а много ли с них надо? Так бы жизни дальше не слазь, Не оглядываясь на прошлое, Не выглядывая будущее, Не рассматривая настоящее, Если бы не запнулось о век двадцатый. А уж он-то расставил все, все и вся На свои места. К двухтысячным годам В деревне остались лишь несколько старух, Да тугоухий старик Фрол, С которым новое тысячелетие Сыграло в игру день за год, И к началу апреля Долгожитель потерял Свой долго зарабатываемый статус. Ровно за неделю до того, Как приехали Грачевы. Павлик Грачев считал, Что он смешнее, умнее, Сообразительнее и сильнее Всех своих сверстников. Но вся штука в том, Что он их никогда не видел. Родился Павел Сергеевич, Так любил называть его отец, В деревне со старинным, Но зато коротким названием, Егра. Через четыре года, После миграции его родителей, С большой земли. Родился в точно положенный срок, Словно сверяясь по часам, Без лишней суеты, Криков и осложнений. Хотя нет, Повредить что-то в матери Он все же умудрился. Но местные бабки, Сестры Дубцовы, Быстро ее отпоили Своими народными настойками, Так что это не считается. Ходить начал рано, И сам же за это поплатился. В дверной окосяк, Разделяющий кухню и комнату. Отец Павлика периодически Вставлял полуметровую Деревянную перегородку, Которую взрослые могли перешагнуть, И которая отделяла их сына От печки, подпола, Оставленных на столе ножей, И других многочисленных опасностей. Все было бы хорошо, Но он не учел, Что человеком правит любопытство, Даже если этот человек Человек и не успел сформироваться. Так что сам, не осознавая, Как Павлик пришел к выводу, Что недостающий До преодоления преграды Рост Можно компенсировать Металлическим горшком, Если его перевернуть И использовать как подставку. И вот достигнута Заветная кухня. Но вслед за секундной радостью победы Последовал удар головой об пол, Да выбитый передний зуб, Который упорно Отказывался отрастать Еще четыре года. Хотя это и к лучшему, Как позже убедил себя подросший мальчик, Ведь сверстники Сразу же зауважают боевого парня, Если он их, конечно, Когда-нибудь встретит. Мать лежала перед ним На железной кровати, Укрытая тремя одеялами. Бывшая Марина Алексеевна, А ныне мама Марина, Умерла ночью, Тихо И в беспамятстве. Раньше, Еще в той жизни, Она была самой обычной девушкой, Которую легко можно было облачить В шаблонную фразу Серая мышка. Но при этом она оставалась Довольно милой, стройной И аккуратной. Когда ей исполнилось 25, Ровно в свой день рождения, Во время посиделки Со своими немногочисленными друзьями, У нее заболел живот. Так как Марина, Даже в сознательном возрасте, Боялась врачей, Хотя для себя она заменила Слово страх На недоверие. То и с этой Новоявленной проблемой Решила справиться сама. Гости ушли, А она съев для верности Шесть таблеток Активирного угля И поставив Очищающую клизму Из ромашкового отвара, Улеглась спать С мыслью, Что прошел четвертак, А мужа все как и не бывало. Наутро еще остались Слабые отголоски боли, Но к обеду все прошло. Нет человека, Нет проблемы, Говаривал в свое время Один деятель истории. Так и Марина Неосознанно Перефразировала на боль, Стерла этот инцидент И своей памяти, Забив освободившееся место Другими, Более важными Бытовыми делами. Но проблема забываться Не торопилась, И худенькая девушка Начала толстеть. За год Свои сорок три Она умножила В полтора раза. Затем, наконец, Чуть снизила скорость. Но в итоге, К моменту переселения Вегру, Она стабильно весила Восемьдесят пять. И теперь Огромной мертвой массой Предстала перед сыном. Павлик вышел в сене. Он знал, Что все так закончится. Но при этом Упорно верил, Что мать Либо поправится сама, Либо вернется отец, И в этом он тоже Не сомневался, И найдет способ Излечить болезнь. Так что теперь Их сын Оказался неподготовленным. Надо все обдумать. Есть два варианта Развития событий. Первый Сесть напротив матери И судорожно Пытаться найти решение. Второй Заняться повседневными делами. И оно само тебя найдет. Он не знал, Как поступили бы сверстники, Но при этом понимал, Что есть определенный Распорядок дня, Который нельзя нарушать. Павлик достал Большую кастрюлю, Насыпал в нее Отруби Из оцинкованного короба, Нарезал туда Картошки с морковью, Залил теплой водой И пошел с ней В конюшню. Лошади Грачева не держали, Но построенная Еще прадедом Марии Небольшая конюшня На три головы Имелась. Теперь ее переоборудовали Под копытных Меньшего размера. Купили двух коз, Назвали Белкой и Стрелкой, Подселили к ним Десяток безымянных куриц, Одного петуха, И закона стали считать себя Деревенскими жителями. В первые дни, Когда мать уже не смогла ходить, И Павлику пришлось Самому дать коз, Белка заведомым упорством Не хотела его Себе подпускать. Но потом, Распухшая от молока И рвущийся изнутри Вымя, Заставила ее Пересмотреть свое мнение О чужих, И отношения наладились. Теперь каждый Был занят своим делом. Она жевала Перенесенный завтрак, Он, Сидя на маленьком Деревянном стульчике, Дергал за сосцы, Пуская струйки молока, Пластмассовая ведерко, Предварительно накрыл Его марлей. Последняя в егре Старуха Умерла почти сразу За предпоследней, Собственно, Как и обещала. Это были две Сморщенные близняшки, Люба и Надя, Которые на все вопросы О возрасте Кокетливо отвечали, Ох, И не стыдно Нас, Молоденьких Да непорочных девиц, Такие вещи спрашивать. Лет пятьдесят назад Одна из непорочных сестер, В соответствии со своим именем, Перелюбила Треть мужского населения, За что их жены Довольно-таки сильно Ее поколотили, Обрили и выгнали Из деревни. Родня гулящей бабы Была, может, И не против Такого развития событий, Но виду не показала. Другая сестра Осталась при домочадцах, Втайне надеясь На скорое воссоединение, Которое затянулось На тридцать восемь лет. Бывает, Не видишь год человека, Встречаетесь, Смотришь на него, Все то же, Все так же, А нет, Забралась в него Какая-то зараза Народная, Неродная, И понимаешь, Что перед тобой чужой. Как не доказывай себе, Как не убеждай, Как не приводи доводы, Как не вспоминай прошлое, Все равно чужой. А здесь День на водочную обтирку И, как не бывало, Огромной временной дыры. Одна С образованием швеи И венерологической болезнью, Другая, не умеющая Читать и пережившая Мужа с детьми. Одна, Пробовавшая все четыре сорта колбасы И видевшая в газете Джоконду, Леонардо да Винчи. Другая, Умеющая ловко потрошить Свежепойманную рыбу И верящая во все суеверия, Ходившая по деревне. Разные судьбы, Разные судьбы, Но одно на двоих Новоприбретенное счастье. В тот день отец пришел домой поздно, Уставший, Злой на себя, За то, что заранее не подготовился. Пятилетний Павлик Был отправлен спать, А он стал в подробностях Рассказывать жене, Как хоронил последнюю. Сестры, хоть и не особо торопились помирать, Но все же хотели Быть погребенными по-человечески. Долго кандидата на ответственную должность Искать не пришлось, И в связи с отсутствием конкуренции Выбор пал на Сергея. Они вызвали его к себе Методом выкрика имени через полдеревни. Объяснили, что да как, Всучили оставшиеся деньги На вдруг да на всякий случай И пять коробок патронов, Оставшихся от отца, А теперь без надобности валяющихся. Сын, методично дергая за вымя, Размышлял, что делать с мамой. Теплые струйки молока Пробивались сквозь марлю, Оставляя на ней пену И мелкие частицы сена. Коза жевала, Павлик думал, Оставлять ее дома нельзя, Два-три дня И пойдет запах. Сначала еле заметно, Словно мерещится, Но потом, Спустя еще неделю, Придется жить здесь С домашней живностью. Чуть больше год назад У Грачевых Жила кошка Манька. Кошка как кошка, Стандартная, В меру наглая, В меру тупая, В меру подверженная Своим кошачьим демонам, Которые однажды Нашептали ей Об одной очень популярной Игре забави. Необходимо спрятаться под кровать, Сидеть, выжидать, И как только появятся Человеческие ноги, Резко выпрыгнуть, Поцарапать, Да успеть под крики Ретироваться До того, Как придется получить По волосатому загривку. Четырехлапые в восторге, Двуногие не особо. Маме жаловаться бесполезно, Не поймет, А отец и слушать не станет. В итоге Пострадавший решил Справиться с когтистой напастью Своей силой И, соответственно, Наказать. Да так, Чтоб впредь неповадно было. Манька, развалившись, Спала на уже протопленной, Но не до конца остывшей печи. Павлик, Стараясь не шуметь, Достал из шкафа Большую кастрюлю, Перевернул вверх дном И быстро накрыл, Ничего не успевший понять кошку. Было раннее утро. Родители как раз сегодня ушли в лес, Наломать для банных веников Березовых веток. Так что вернуться не раньше часов пяти. Этого времени вполне достаточно, Чтоб эта маленькая злюка Смогла подумать над своим поведением И сделать полагающиеся выводы. Оставив шокированное, Скребущее, Ярущее животное под кастрюлей, Малолетний экзекутор Отправился на улицу Решать другие, Не менее важные дела. Во дворе Стояла пустая собачья будка. Будка есть, Собаки нет, Великая русская нестыковка. Это как когда на улице летняя жара, А ты умудрился простудиться И соплями умазаться. Или ты строитель по призванию, Всем строителям строитель, Профессионал своего дела, Но вынужден вместо принятия родов У нового жилищного комплекса Траурную плитку выкладывать. Ну ладно, Хрен бы с ней с этой плиткой, Кто, если не мы? Но ведь обидно, Когда ты морочишься, Потеешь, стараешься, Чтоб она и заподлицо не знавала, Чтоб не запинались, Чтоб ходить приятно было. А людишкам лишь бы собачьими тропами, Да побыстрее, Да покороче пройти. И плевать, что грязью до ушей, Да лепей по штанинам, Зато три минуты сэкономили. Время — деньги, А деньги — упущенное время. Все банально и просто, Но нет повода к расстройству. Рано или поздно Оценят твое творчество работы, Когда ночью с матом и ломом Эту плитку выкорчевывать начнут Себе, для дачи. Там она лучше смотреться будет. В будке между потолком И треугольной крышей Было полое пространство, Которое Павлик обнаружил случайно, Вчера вечером, Когда заглянул в щель Между дощечками. Незамедлительно Одна из них была оторвана, И любопытные глаза Увидели пустое, почти чистое И, главное, секретное место, Про которое никто, кроме него, Не знает. Тайники бывают разными. Большие, маленькие, древние Или, вот как это, Новообретенные. На всех их объединяет Одна и та же главная беда. В них обязательно надо что-то хранить. А если у тебя этого что-то нет, Значит, надо найти не что-то, А придумать ему невероятную историю, И тогда это, на первый взгляд, Неказистая вещица Заиграет новыми, яркими, Сочными красками, Важными красками, Нужными красками. Именно этим мальчик и решил заняться, Благо, родителей до вечера не будет. И потихоньку Тайник стал заполняться. Рыболовный крючок странной формы, В котором вместо одного шипа Было аж три. Значит, ловили на него необычную рыбешку, А королевскую, У которой жабра на спине, Животе и хвосте. Поэтому она дышит не только под водой, Но и на суше. Воронье перо, Черное все такое, Мрачное. Его, если зашить в подкладку куртки, То все животные, Даже самые большие, Опасные, Мимо проходить будут И не посмеют укусить. Навесной амбарный замок С отломанной дужкой, Который когда-то Висел на двери темницы И удерживал Самого опасного в мире преступника, Пока тот не сбежал, Перепилив его Специальной маленькой бандитской пилой, Обрывок газеты С непонятными русскими буквами И найденных в соседнем Пустующем доме, Полую гильзу от патрона, В которую можно засыпать порох, И она снова сможет С собой стрелять. Ну и, наконец, Свой молочный зуб, Выпавший еще в том месяце, И теперь особо ненужный, Но выкидывать жалко. Появилось тяжелое ощущение Наступающего вечера. Вспомнив про кошку, Кастрюлю И возвращение родителей, Павлик отложил поиски Нужных секретностей, До следующего их ухода, Вставил дощечку из крыши конуры На прежнее место И побежал в дом. Тишина. Подозрительно. Мальчик поднял кастрюлю. Манька на месте. Спит. Только странно как-то. И не естественно. Еще ничего не понявший Учитель поведения Решил напугать свою ученицу. Медленно, чтобы не разбудить, Он поднес свою руку к хвосту И резко дернул. Кошка молча, Кулим, Шлепнулась на пол. Всем известны Три аксиомы. Если бросить кошку, То она по-любому упадет на лапы. Если бросить бутерброд с маслом, То этот пищевой продукт, Намазанный на хлеб И представляющий себя эмульсию, В которой капельки воды Являются дисперсной фазой. Если бросить кошку С привязанным к ней Маслом вверх бутербродом, То получим вечный двигатель. Но что произойдет, Если в третьем пункте Одно из заданных Дано Будет мертвым? Соответственно, Победит второе. Но тогда, Устоявшееся веками, Будет нарушено, А что следом? Хаос. Хаос, разруха, Апокалипсис. Значит, Для предотвращения Конца света Необходимо в таких случаях Использовать Мертвый бутерброд. Хотя его и живым-то Назвать нельзя. Какой-то замкнутый круг Получается. На улице заскрепела калитка. Вернулись. По опыту Павлик понимал, Что родители сразу в дом не пойдут. Пока разложат принесенные ветки. Сейчас веники вязать не будут. Обычно на следующий день. Пока проверят друг друга на клещей. Так что минут двадцать В запасе есть. Манька, Лежащая у ног С открытым и оскаленным ртом Мешала сосредоточиться. Что делать? Признаться? Страшно. Хотя ремень по попе Еще ни разу не гулял. Но бывало, что обещали. Делать вид, что ничего не знаю. Поймут. Закопать на улице Мимо них не пройдешь. Спрятать? Можно. Но куда? Под пол. В любом порядочном частном доме Должна быть ямка Для хранения картошки, морковки, Солений, варенья И остальных подобных запасов на зиму. Дом Грачевых не был исключением. Все устроено довольно просто. В правом углу кухни, В полу, Находилась деревянная крышка С прибитым железным кольцом. Тянешь, открываешь И ползешь в ямку Вниз на три метра. Во время спуска Можно лицезреть подпол. Расстояние между полом и землей Сантиметров пятьдесят. Которое служит Продувом под домом. Ну и еще туалетом Для мурчащего усатого создания. Под которого специально Была вырезана дыра в крыше. И оно могло беспрепятственно Туда шастать. Раз Манька умудряется Там прятать Свои продукты жизнедеятельности, То, соответственно, Там же Можно спрятать ее саму. Подумано, сделано. Павлик, зажав кошку под мышкой, Спустился вниз На треть железной лесенки. Затем С нее перелез В подпол Темнота. Рядом бросать усопшую нельзя. Да, вдруг заметят. Папа же почти каждый день Совершает в ямку Поход за продуктами. Далеко тоже не забраться. Нет времени. Клещи клещами, А родители до вечера На улице не останутся. Значит, надо Припрятать где-то здесь. Но при этом Где-то незаметно. Преодолев метров пять, Найдя на ощупь Одну из опор дома, Павлик аккуратно Положил за нее Маньку И полез обратно. Успел. Получил подзатыльник от отца Загрязную порванную одежду. Выслушал причитания матери О том, как ей все это Потом стирать. И счастливый, что не поймали, Отправился спать. Жалости К мертвому домашнему питомцу Он не испытывал. Пока. Пропажу кошки Заметили на следующий вечер. Павлик все это время Старательно пытался Не попадаться на глаза, Чтобы по неопытности Себя не выдать. Отец, по свойственному Ему спокойствием, Сказал, Что она вернется. Куда денется? Не вернулась. Через три дня Он подытожил Другой мыслью. Мол, Видать, Она болела. А кошаки Дома не умирают. В лес уходят. Значит, И наша Наверняка Приказала Долго жить. Павлик Естественно Согласился. Мать Это хоть Не успокоила, Но убедила. Жизнь Вернулась На круги Своя. Через Три недели Появился Запах. Мама Большая. Просто Так Не поднимешь. Павлик Уже Закончил С козами. Оставил Себе Необходимое Количество Молока На вечер. Что-то Выпил Сейчас. Один раз Отец Привез Для пробы Коровьего. Но по сравнению С очень жирным Козьим Оно Мальчику Показалось Водой Подкрашенной. А остальное Молоко Вылил В компостную Кучу. Все равно Скиснет. В одного Шесть литров Не осилить. Закончив С копытными Мальчик Принялся За куриц. А если Точнее За их яйца. Насчитал Девять. Ну Как всегда. Та Хилая С выклеванными Перьями На макушке И голой Пупырчатой Шеей. Опять Несла Непонятно Где. Придется Искать. Сами же Наступят Разобьют И растаскают По конюшне. Проверил Каждый Уголок. Нигде Нет. Может Сегодня У нее Перерыв? Да Вряд ли. Он Уже Собрался Выходить. Но тут Увидел Как петух Залез на Одну Своих Дам И стал На ней Усиленно И жестко Топтаться. Та В ответ Истошно Закудахтала. Ребенку Было Не вдомек, Что это Процесс Естественный И природой Заложенный. Он же Видел Только одно. Сильный Обижает Слабого. Поэтому Благородный Человечище Пшикая Да Размахивая Руками Попытался Остановить Творимый Беспредел. Но Во время Миротворческой Операции Запнулся И чтобы Не упасть Схватился За шатающуюся Перегородку. Шлеп Рядом С ним Разбрызгивая В метровом Радиусе Своей Внутренности Упало Яйцо. Павлик Удивленно Поднял Вверх Голову И увидел Что метров Вдвух От земли К деревянной Ограждающей Конструкции Была Пробита Маленькая Полочка Зачем Она Какой Служит Цели Непонятно Но Самое Странное Было Даже Не то Что Не замечал Ее Раньше Не так Уже Давно Был Вынужден Примерить На себя Профессии Доярки А то Что Курица Снесла Яйцо Именно На ней Вот Действительно Безмозглое Создание Что Земли Мало Что Ль И даже Главное Не то Как Она Умудрилась На нее Залезть А то Как же Ей Пришлось Раскорячиться Чтоб Самой Не рухнуть Да Объект Изучения Оологии Сохранить Ее Или в цирк Народ Удивлять Или В суп Тот же Народ Кормить А так Зарой Талант Собою В землю Или же Остальные Заклюют Они Могут Выпив Молока Павлик Чуть Приоткрыл Дверцу Своему Голоду Поиски Пропавшего Яйца Распахнули Ее Настеж На улице Уже Было Тепло Так что Топить Печь Дома Нет смысла Да и Дрова Незачем Тратить На летний Период Во дворе Стояла Маленькая Буржуйка С отсутствующей Трубой И приспособленная Для готовки Пищи Павлик Забил ее Старыми Досками Остатки Соседнего Забора Не пропадать Ж добру Засунул Под них Бересту И Разжег С одной Спички Они были В дефиците И он не мог Себе позволить Роскошь Тратить Больше На чугунной Сковороде Пожарил Картошку С яйцом И топленым Салом Залил Блюдо Молоком И стал Есть Хорошая Мысля Приходит Апосля Или вообще Не приходит Но все-таки Именно сейчас Жуя Необходимый Набор Углеводов Единственный Сын Придумал Как поступить С телом Единственной Матери Если Хорошенько Так подумать И как следует Разобраться То можно Сделать Один Нехитрый Вывод Любая Мозговая Активность Должна Быть Сопряжена С физической Разберемся На примере Какой-нибудь Значимой Исторической Личности Например Наполеон Постоянные Походы Побеги Конфронтации Все это Достаточно Изнурительно Для человеческого Тела Но мозг То работает Да еще Как Какие решения Гениальные Принимал Не всегда Конечно Но все же И завоевал Он половину Мира И стал Он считать Себя Великим Хотя Нет Этот Гномик Завышенный Самооценкой При любом Раскладе Себя Великим Бы Считал Неудачный Пример Тогда Возьмем Другого Родного Нашего Отечественного Илью Муромца Тридцать Три Года На печи Лежал Ни черта Не делал Родню Объедал И что А ничего Ни одной Толковой Мыслишки А как Встал Водою Старцев Напоенный Как Начал Ручками Да Ножками Действия Им Полагающиеся Совершать Так Сразу И мозг Заработал А С ним И до Героя Рукой Подать Ну И последний Пример Чтобы Так Сказать Закрепить Тему Нашего Урока Размышления Диссиденты Бегают От Властей Прячутся По Кухням Чем Не Физика Вот И пишут Свои Опасные Мыслишки Вот И заражают Ими Слабовольных Товарищей Все Стараясь Пошатнуть И так Только Недавно Окрепший Строй А как Посадят Так Сразу И действие Пропадет Смотришь На них Через Пяток Годков Если Выпустят Конечно И нет Мысли Во взгляде Нет Здорового Блеска Лишь Только Пустота И Обреченность Так Вот И с Павликом Сделал Дело Получай Решение Проблем Осталось Только Его Как-то В жизнь Воплотить Запах Павлик 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 Ханца Иохима Больмана В итоге После Получасовой Возни Павлик Имел В своем Распоряжении Небольшую Но все же Достаточно Глубокую Яму Годную Лишь Хомяков Хоронить А Никак Никошку Но Выбора Особого Не было Вернувшись В дом Он Обнаружил Что Мамы Нет Скорее Всего Ушла Постекоз Выглянул В окно Отец В огороде Выкорчевывает Пень От Старой И Недавно Спиленной Яблони Значит Есть Время Но Сколько Неизвестно Тянуть Нельзя Открыв На кухне Деревянную Крышку Павлик Спустился В подпол И Пополз В первый Раз Видимо В состоянии Аффекта Он не особо Ощутил Весь путь Теперь же Все прелести Были Налицо Тут Тебе Нестерпимый Запах Маньки И Маленькие Но очень больные Камешки И Экскременты В которые Постоянно Попадались Под руки Как же Он В прошлый Раз Умудрился Ни разу Не коснуться Этих Славных Отходов Жизнедеятельности И Жуткая Пыль Оседающая В носу И рту И Деревянные Балки Специально Предназначены Для удара Головой Но Надо Ползти И По возможности Быстрее Родители Могут Зайти В любую Минуту Вокруг Ползущего Шуршала Темнота Ничего Не Видно Все На Ощупь Где Это Опора За Которой Он Ее Бросил Павлик Растерялся По Его Подсчетам И Ощущениям Она Уже Давно Должна Быть Тут Мальчик В панике Стал Размахивать Руками Во всех Плоскостях И Направлениях Пытаясь Найти Искомую Удар Руку Больно Обожгло Но Радость От Находки Тут Затмила Все Страдания Казавшиеся Вечными Но На деле Длившиеся Не больше Четырех Минут Вот Она Треклятая Опора Значит И кошка Где-то Рядом Павлик Стал Шарить По земле И Наконец Наткнулся На Вожделенное Тело Которое По необъяснимым Причинам Стало Шевелиться Под его Ладонью Черви И Тут Павлик Заревел От Чувства Содеянного От Обиды От Жалости К себе И От Того Что Его Вырвало Прямо На Свою Одежду Ему Хотелось Лечь Прямо Тут На Землю Закрыть Глаза И Тихо Уснуть А Проснуться Уже Нигде Нибудь А Именно На Своей Кровати Чисто Незареванным Счастливым И Обнаружить В ногах Свернувшуюся Мурлычающую Маньку Просто Взять И Лечь Это Же Так Легко Просто Закрыть Глаза И Уснуть Скрип Входной Двери Пол А А в данном Случа Потолок Сообщил Павлику Пренеприятное Известие В дом Вошли Моментально Забыв Про все мечты И фантазии Он пополз Обратно Стараясь Успеть до того Как тот Кто сверху Попадет На кухню Успел Вылезать наружу Сейчас нет Смысла Так как Зареванный Грязный В рвоте И кошачьих Отходах Он представлял С собой Довольно Жалкий Вид Поэтому Закрыв Крышку Изнутри Тот Для кого Сегодняшний День Тянулся Уже Неделю Стал Ждать Сидя На лестнице Встав На табурет И Открыв Ящик Над раковиной Павлик Достал Три куска Хозяйственного Мыла Все Что есть Если Этого В итоге Не хватит То И они Окажутся Бесполезно Потраченными Зашел В комнату Где лежала Мама Собрал В кучу Все половики И стал Натирать Мылом Пол Сначала Его движения Были Размашистыми Охватывающие Большие Области Но Заметив Что кусок Быстро Иссякает Он понял Так продолжать Нельзя Встал С колен Сходил На улицу Перенес Взятую Буржуйке Головешку И начертил Ей две Ровные Ну почти Ровные Линии Разметки Ведущие Которые Приучили Население Спать Вальтами В-третьих Это Неимоверно Прочный Тяжелый Материал А который Был разбит Не один Горячий Лоб И выбито Не меньше Лишних Зубов В-четвертых Это Ночной Скрип Который Мешал Спать Тем Кого Недавно Делали Под него В-пятых Это Целая Эпоха Кондовости Практичности Стандартности И Безвкусицы Сетка Под регулярным Тяжелым Давлением Была Давно Вытянута И теперь Чтобы не Проваливаться До пола На ней Лежали Крепкие Доски А на них Матрас А на нем Простыня А на ней Мама Павлика А сверху Три одеяла Чем Не бутерброд Только Весил он Не меньше Центнера И Выглядел Не особо Аппетитно Натерев Мэлом Все намеченное Пространство И дойдя До дверного Проема Павлик Столкнулся С новой Проблемой В виде Прибитой К полу Деревяшки Являющейся Порогом Его Надо Убрать Через него Никак Сил Не хватит Взяв В отцовской Мастерской Зубилый Молоток Он Стал Кусками Отковыривать Рассохшееся Дерево Папа Придет Поголовки За это Не погладит А у него Рука Тяжелая Долго Еще Потом Жжет В затылке Вообще То он Добрый И многое Прощает Но Очень Уж Не любит Когда Что-то Портят Или Ломают К тому же Весь запас Мыла Истратил Да Из-за мамы Рассердится Наверное Он же Умный Он сразу Вариантов Десять Предложит Как поступить Надо было И посмотрит Так По-особому Как только Он умеет И скажет Что сразу Стыдно Станет Эх Павел Сергеевич Тебе же Уже Семь лет А ты Все Как маленький Может Пора Наконец Повзрослеть А как Ему Сказать Как Оправдаться Что Лето Это Не уже А только Еще Закончив С уничтожением Порога Павлик Собрал Его Остатки В совок Вышел На улицу И высыпал И в буржуйку Пусть Еще раз Пользу Принесут Вернувшись В дом Он Расстелил На полу Самую Длинную Ковровую Дорожку Прямо На то место Которое Недавно Натирал Мылом Глаза Боятся Руки Делают Павлик Залез На кровать Стянул С мамы Одеяло Уперся Ногами В стену Руками В ее тело И Сначала Потихоньку Раскачивая А затем Умудрившись Перевернуть Несоизмеримую Его весу Массу Набок Он Сбросил Усопшую Вниз Наверху Решили Задержаться Судя По тому Что Половые доски Почти не трещали Под легкими Шагами Это был Отец Странно Обычно Он считает Кухню Женским Домом А тут Уже Минут Двадцать На ней Возился Или Тридцать Или Павлик Уже давно Сбился Со счету Времени Мальчику Страш Мальчику Мама Попасть Мальчику 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 Затем Затем Взял Мальчику За лапы И Несколько Раз Сильно Встряхнул Словно Коврик Из которого Выхлопывают Пыль Эта Самая Пыль Полетела Извиваясь В воздухе И Приземлилась На безопасном От него Расстоянии Тот Кто Нарушил Ее Мирное Сосуществование Снял С себя Рубашку Растелил На земле Положил На нее Давно Уже Не мяукающее Существо Запеленал Его Словно Младенца Но При этом Вместе С головой И Полез Обратно Деревянная Крышка Немного Приоткрылась Через Узкую Щель Два Детские Глаза Оценили Обстановку И Убедившись Что все Чисто На кухню Вылез И сам Их Обладатель Так С носками На руках Голым Верхом Чумазым Лицом И Сцарапанным Телом Павлик Побежал За ограду Стараясь Не попасться На глаза Родителям Звезды Вставшие Так Как Надо Пень Который Упорно Отказывался Выкорчевываться И козы Что так долго Не могли набить Себе брюхо Сочно-зеленой Травой Все это Помноженное На быстро Переставляемые Семилетние Ноги Сделало Свое дело Мальчик 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 Достиг Места Назначения Незамеченным И без Каких Либо Происшествий Яма Которая Утром Потребовала Откопателя Такое Количество Затрачиваемых Усилий Была Маловато Горизонтально Кошку Не уложишь Вертикально Мешают Окостеневшие И Незгибающиеся Лапы А может Ну ее К черту Бросить Куда подальше В кусты И забыть Легко И просто Но Что же Тогда Делать Совестью Она Же Такая Хоть И ненадолго Но Осядет В подкорке Да Порезвится Вдоволь Нет Только Похоронить И Никак Иначе Павлик Положил Маньку На землю Примерился И Тремя Сильными Сильными Ударами Лопатой Перерубил Ее Пополам Жалко Противно Жестоко Но Это Лучше Чем Бросать Ее Так Одну А А если Пойдет Дождь Два Куска Не Один И Теперь Яма Была В аккурат По Размерам Засыпывая Землей Да Прикрыв Ветками Павлик Обтер Лопату Об Траву С Минуту Молча Постоял Над Местом Захоронения И Затем Отправился В Пустующий Двор Соседнего Дома Там Находилась Большая По детским Меркам Бочка В Которую Был Пущен Местами Проржавевший Слив С крыши Бывшие Жители Использовали Из нее Дождевую Воду Для Поливки Огорода Теперь Жена Стояла Вечно Переполненная И И Идеально Подходила Для Купания В Жаркую Погоду Отмыв Себя Всю Грязь И Остатки Дневных Приключений Умеретворенный Павлик Отправился Спать Мысленно Готовясь Выслушать Утреннюю Лекцию О грязной Одежде Мама Упала Именно Туда Куда Необходимо Ровно Идеально И точно На спину Словно Даже После смерти Пыталась Помочь Сыну Зная Как ему Сейчас Тяжело В прямом И переносном Смысле Павлик Поправил На ней Загнувшуюся Ночнушку Сложил Ее руки На груди И Подложил Под голову Подушку Бессмысленно Но Все же Подошел К другому Концу Ковровой Дорожки Взялся За края И Начал Тянуть Ковер Вещь Уникальная Мало Того Что ему Как явлению Уже Не одна Тысяча Лет Так К тому же Использует Человечество Это тканное Изделие Всевозможными Способами Тут Тебе И украшение И утепление И статус И летальное Средство И участник Погребальных Ритуалов От скифов До братков Девяностых И хранителем Важной информации И наглядные Выражения Корана И символизм И атрибут Выплачиваемой Дании И объект Для фотосессий И самый главный В доме Пылесборник Теперь же Этот монумент Времени Изрядно сдавший Позиции В современном Вкусовом Обществе С трудом Но все же Скользил По натертому Мылом полу Если отбросить Все морально-эстетические Стороны Аспекта И попросить Илью Репина Нарисовать Картину По событиям То Он лишь Усмехнется Масштабы Проблематики Не те Чтоб я За кист Брался Пойдем К Питеру Брегелю И тоже Отказ В моем Перечне Детских игр Забава Катания Матери На ковре Отсутствует Быстрее К Франциско Гое Уж он-то Еще То Чернушник Но Есть Либо мир Либо война А это А это Не ко мне Для Густава Климта Одежды Нераскрытые И формы Не по мне У Эдварда Хоппера Почти нет Четких Линий И Недостаточно Уже Бытово Норман Роквелл Почти согласен Но Все же Нет Здесь Духа Американизма Караваджо Подрастет И приходите Джотто Ди Бондоне Я Святость Не Ощущаю Рой Лихтенштейн Ирония Сарказмом Тут Излишни Энди Орхел Вам В количестве Или В цветности Ганс Рудольф Гигер Вы Серьезно И Можно Дальше Бесконечно Скитаться От одного К другому В надежде Сохранить Хоть Мгновение Из последнего Совместного Для матери Сына Но Всегда Есть Это Но У Павлика Кололо В боку Как от бега После еды Или Большого Количества Вопитой Жидкости Жгло Натертое Ковром Ладони Болели Мышцы Рук и Ног Но При этом Почти Не было Пота Странно Ведь потели Все Кого он Знал Мама Ходившая Летними Днями С темными Разводами Подмышками Папа С мокрой Спиной И обматывающий Полотенцем Голову Перетяжелой Работой Чтоб Не заливало Глаза Сестры Дубцовы Неизвестно Когда умудряющиеся Потеть Но Носившие Невыветривающийся Аромат В своих Редко Сменяющихся Одеждах На этом Круг его Знакомства Замыкался А может я Не такой Как все Мама Не мама Папа Не папа А я Нет Не хочу Быть Не я Все Забыли И не вспоминаем Первая половина Эта пути двое кровных добрались до выхода из дома. Мать и сын сидели за письменным столом, выводя плакатным железным пером ровные чернильные буквы на бумаге. Марина Алексеевна имела колоссальную выдержку и усидчивость, которые оказались незаменимыми способностями, когда сама-то его неожидающая девочка случайно стала специалистом по каллиграфии. Ей было шестнадцать. В ту пору она еще не растолстела и страдала от своей худобы, втайне завидуя своим округлившимся немногочисленным подругам, выпуклые формы которых уже привлекали посторонние взгляды. А она? — И жопа плоская, под стул, и грудь из двух сосков, — думала Марина, разглядывая свое голое тело в зеркале. Но как же хочется быть желанной! Операции по внедрению силиконовых имплантантов еще были на заре своей истории, и простая советская девушка даже не слышала об их существовании. Поэтому все решалось устоявшимися годами способами народными, что только Марина не перепробовала. И чай пила только с молоком, и ела только зеленые яблоки, и рисовала йодные сеточки, и пила отвар из оржи, ячменя, проса, кукурузы, и обертывалась на ночь рисовой кашей, и массировала руками, и массировала струями воды в душе, и каждый день проглатывала по треть стакана прокипяченного на водной бане отвара из шишек хмеля. Но все было бесполезно, только менструальный цикл нарушила. И тут появился взгляд. Сначала осторожный, чтобы не заметили, потом чуть смелее, а в конце уже ничем не прикрытый. Но эта неприкрытость была адресована лишь только ей одной, и не для официальной Марины Алексеевны, а для нежно-интимной Мариночки. Остальной же мир продолжал существовать в своей обыденной жизненной параллели, не замечая двоих новообразованных любовников. Да, может, оно и к лучшему. Общего было много. Интересы, желания, цели, стремления. Смеялись над одними шутками, любили одни и те же песни, сыпали в чай одинаковое количество ложечек сахара, одинаково не любили четверги и одинаково обожали вторники. Даже родились в один день. Только вот с разницей в 14 лет. Он был учитель физкультуры, недавно переехавший к ним город. Быстро влился в женский рабочий коллектив, завоевав их сердца своей скромной недоступностью и цветами, принесенными в первый же день. Пользовался уважением учеников, благодаря своей строгости, которая не переходила за черту, и бесконечными интересными историями, которые любил рассказывать в перерывах между уроками. Одно в нем было странно, непривычно и смешно. Это имя. Аарон. Вернее, даже забавляло не оно, а сочетание с отчеством Иванович. Чем руководствовал своего отец, давая сыну еврейское имя, неизвестно. Ведь сам он был насквозь русским человеком, и, в отличие от жертв циркумцизии, любил поворчать на свое правительство. Может, когда-нибудь он и открыл бы тайну смысла имени, но как-то раз традиционно ушел утром выгуливать собаку. Собака вернулась, Иван — нет. Внеучебное близкое знакомство произошло там, где и подобает знакомиться советской интеллигенции. В библиотеке. Аарон принес на возврат редкую слово о живописи из сада с горчичное зерно. Марина же брала популярную даму с камелиями, Дюма сына. Поздоровались немного сухо, официально, как и положено, но постепенно общение стало легче, приятнее, веселее. Закончилась встреча проводами до дома и неожиданным поцелуем в подъезде. Разошлись, поцелуй на губах остался. Встречи перестали ограничиваться занятием физкультуры, и теперь носили личный характер. Кинотеатры, музеи, парки, все это стало родным домом для новой, заранее осужденной, псевдо-набоковской любви. Люди изначально содержат в себе множество несоответствий, которые либо постепенно затухают, либо формируются, оставляя отметины на всей последующей жизни. Так и Аарон, крепкий мужчина, жмущий груди 90 килограммов, увлекался несвойственным в таких случаях занятием каллиграфией. Подсел он на нее еще в армии из-за великой русской проблемы от ничего делать. Сначала подолгу выводил красивым почерком письма домой, потом стал оформлять стенды, когда прознали подписывать открытки для жен, любовниц, старших по званию. Так он и тренировался, совершенствовался, угублялся. Теперь же учитель физкультуры нашел благодарную, терпеливую и способную ученицу. Сидя обнаженными за письменным столом, Аарон щедро делился накопленными знаниями, а Марина жадно впитывала секреты чистописания, но не могла привыкнуть к чуждому слову каллиграфия. Она прилежно училась держать остроконечное перо под правильным наклоном, чтобы не цеплять бумагу, заправлять его чернилами, не окуная в чернильницу, делать нужный нажим, чтобы буква придавала нужную красоту. И в попытках найти различия между уставом и полууставом, будущая мать Павлика старалась не влюбиться в этого взрослого для нее, но уже такого близкого человека. Первый мужчина остается в памяти женщины на всю жизнь. Но те, дача, алкоголь, непонимание, сила, слезы, оторванная пуговица и спущенные колготки, услужливое сознание постепенно выморало из головы и сердца. Эти же 63 дня каллиграфическим почерком были вписаны кем-то свыше в еще незаконченную книгу Марина Алексеевна. А потом они узнали. Все одновременно и сразу. Это как с выставкой новая реальность. Жили себе авангардисты советские. Работали, никому не мешали и особо уже внимания не привлекали. Но стоило Никите Сергеевичу прокричать про совесть, педерастов, выкорчевывание да народный хлеб, как тут же все стали перешептываться, осуждать, показывать пальцем. Так и тут произошел глубинный толчок и породнил цунами с разрушительными последствиями для только-только окрепших отношений. Аарон уволился по собственному желанию и переехал в другой город. Марину родители заставили сделать аборт и заперли под домашним арестом, ежедневно провожая от дома до учебы и еще три года не давая возможности прорасти колоссям личной жизни. Да и потом, когда уже запреты постепенно спали, получалась она урывками, ненадолго, больше для тела, чем для души. В первое время способная ученица строила планы побега к своему учителю, по ночам растирая покрасневшие глаза и проклиная всех за непонимание. Но им не суждено было сбыться, так как появилась новая, ранее неизвестная помеха в виде жены и двух белокурых дочек, которые жили у бабушки и до конца своей жизни так и не узнавшие о небольшой петле отца по пути к родному дому, где его все искренне любят до сих пор. Аарон исчез, чисто писание осталось. Теперь, спустя столько лет, всем премудростям каллиграфии Марина обучала своего сына. Сергей не воспринимал всерьез пристрастия своей жены, считая бумагомарания влажью, бесившихся жиру. Но при этом, каждую осень, после того, как летняя работа была закончена, он уезжал в город и привозил ей набор из тридцати листов ватмана и пяти бутыльков чернил. Почему он решил, что необходимо именно такое количество, она не спрашивала. Но приходилось экономить, так как на всю зиму этого не хватало. Так Павлик с мамой и проводили несчетные часы, развивая плоскожопие за старым письменным столом из рассохшегося дерева и листом оргстекла на столешнице, под которым были прижаты пожелтевшие фотографии бабушки с дедушкой или же матери с отцом. Это зависит от того, кто из пишущих на них смотрел. Был у этого стола один маленький изъян, появившийся от долгого срока жизни, и имя ему было Ящик. Служил он местом хранения письменных принадлежностей, работал долго и исправно, но постепенно стал барахлить, выкабениваться и плохо извлекаться, пока в конце концов не застрял окончательно. Что бы делали баба с ребенком бессильной и умелой мужской руки? В итоге стол был разобран, ящик изовлечен, потом вновь собран, а все пазы остались натертыми мылом. Чтоб скользило лучше, как объяснил Сергей, внимательно наблюдающему за операцией сыну. Так Павлик в очередной раз поразился безграничными знаниями и умениями отца. А на новые свойства моющего средства даже не обратил внимания до поры, до времени. Все с чего-то да начинается. Театр с вешалки, алкоголизм с первой рюмки, развод ссоры, путь с первого шага, изнасилование с отказа, начало с буквы Н, Родина. Так до конца и не определено. А любой солидный уважающий себя дом начинается с крыльца. Совсем не обязательно ему быть золотым с выседающими на нем царем. Вполне достаточно того, чтобы оно было прочное и не скрипучее. А деревянные ступеньки не скользили и занозы в босы ноги не вставляли. Вот и все. Велики ли требования? Крыльцо в доме Грачевых соответствовало всем крыльцовским нормам и стандартам один на десять себе подобных. И теперь именно к этому правильному и идеальному семилетний Павлик подкатывал тележку. Хорошая, чистая, о четырех колесах. На ней отец траву сенокоса возил и иногда вещи из заброшенных домов не на своем же горбу переть. Очередная неожиданная проблема, которая, по идее, должна была возникнуть насущным вопросом гораздо раньше, но почему-то этого не сделала. А как спустить маму со ступенек? Хотя нет, это-то еще решить можно, но как ее потом на тележку выдрузить? «Бывает хорошую идею днями, месяцами, годами ждешь. А бывает, только появилось препятствие, и на тебе сразу решение. Даже подумать еще не успеваешь, а оно уже навязывается». Так и Павлик, не простояв в раздумье даже тридцати секунд, пошел за инструментами. Логика проста. Если убрать первые четыре ступеньки, то тогда тележку можно подставить прямо у верхней платформы крыльца. Этого будет вполне достаточно, чтобы просто перекатить маму. Тогда не придется ронять ее на землю. Этим ребенок и занялся. С одной стороны, Павлик жутко устал, и у него болело все, что только могло болеть. С другой, ломать не строить. И полетели щепки от топора, и полетели стружки от пилы, и полетели отцовские старания и труды, которые он той осенью вложил в крыльцо, полностью его переколачивая. Наступил конец прекрасной эпохи, когда одинокая, но крепкая семья из трех человек жила в этом старинном деревянном доме почти на самом краю деревни. Этот маленький самодостаточный социум, незаметно так, неожиданно, без какого-либо шума, криков и драк, развалился. Один ушел, но обещал вернуться. Одна уходит, но обещать уже не в силах. А третий остался, и уходить не собирается. Да, собственно, некуда. Как и некому больше обещать. Подсократив крыльцо в размерах, Павлик поставил тележку на нужное место и повторил операцию с раскачиванием, перекатыванием материнского тела. И вновь все так, как задумано. Ровно, куда положено, и без эксцессов. Совпадение, случайность. Может быть, мальчик постарше был бы повод задуматься. Но теперь он хотел всего лишь две вещи. Пить и быстрее убрать маму с солнца, чтобы ей не напекло. Осуществив первое, он принялся за второе. Надел на натертые руки тряпичные перчатки, почему раньше до этого не додумался, открыл ворота и, кряхтя, любой уважающий себя труженик должен кряхтеть за работой. И потащил за собой тележку, двор, ворота, улица. Дом постепенно отдалялся. Современная массовая культура приучила нас к мысли, что в колодцах должна жить маленькая девочка и обязательно с прямыми длинными черными волосами да в белом одеянии. К тому же у нее имеется там мобильник, что при случае звонить незнакомым людям, что ненароком глянули ее, холм-видео и хрипеть про семь дней. В егре же жили люди темные по части этой современности и колодец безбоязненно использовали по прямому его назначению, брали воду. Да и телефоны в деревне отсутствовали. Так что если этой малолетней даме вдруг приспичит с кем-то из них связаться, то только почтой. Хотя и письма не всегда доходят. Колодец был настоящим русским. Если его показать городскому ребенку, то он наверняка бы предположил, что это маленький домик, который провалился под землю, оставив наверху только треугольную крышу. Правда без трубы и с дверью. Да и гнутая железная палка сбоку торчит. Один раз по неопытности Марина задумалась, а, как известно, думать вредно. Да не удержала рукоятку. Так та ей тут же крутясь и заехала со всей дури по подбородку. Шрама не было, но язык прикусила больно. Так что теперь к походу за водой, а если точнее, то к процессу извлечения ее из недр земных, мама Павлика относилась со страхом и осторожностью. Но любой страх со временем притупляется. Если же открыть дверь в крыше провалившегося дома, то вместо чердака появится глубокая яма, если по-научному, то шахта со стенами из бревен. На дне деревянный барабан с цепью и привязанным к ней ведром. Вроде простое на вид сооружение, но с довольно-таки богатой историей. В год 1812 жители Егры и не подозревали о существовании уроженца Корсики, который уже поделил карту мира на мое и пока не мое. Они продолжали жить, как их предки, по уму, по сердцу, да как Бог пошлет. А тот в посылках первый мастер. И появился из леса низкорослый мужичок, одетый в грубое рубище конопляной ткани, с босыми разбитыми ногами, длинными спутанными волосами, да со следами проказа на лице и кистях. Может, он бы и прошмыгнул через деревню незамеченным, но попал в аккурат на день снопа Велеса, когда все мужики за покос принялись. «Гориб!» громко крикнул пасынок Боремира, на тот момент выбранного деревни, и побежал к старшим для сохранности. В другое время затравленный испуганный гость обошел бы скопище человечье, да так, чтоб запаху не порастерять. Сейчас же жуткий голод заставил его выйти из спасительного лесного укрытия. Хотя все-таки странно, не зима же, там и ягода плодоносит, и зверь не поразбежался. Но теперь не святки, чтоб гадать. Еще издалека углядели мужики все язвы с нарывами на коже пришельца и быстро смекнули, что в деревню пускать нельзя. Там и живность, и детяти, а ведь те и те известно, как шустро мрут от любой заразы. И началась псовая травля. Да так, что отец того, кто победил захороненного в доме инвалидов, непременно бы остался доволен. Разница лишь в том, что вместо русских борзых неслись двуногие, крича и размахивая косами над головой. По всем правилам и канонам зверь должен шкуру свою спасать, добежать от охотников. Но прокаженный решил иначе. Жутким визгом и ошалелыми глазами преследуемый превратился в нападающего. Он бросился на того, кто ближе, повалил ошарашенного мужика на землю, вскочил и, воспользовавшись замешательством, беспрепятственно драпанул к домам. Ни камни, пущенные вслед, ни брань, направленные за ними, были уже не в состоянии догнать беглеца. Добравшись до цели, выходец из леса увидел колодец и вдруг резко остановился, замолчал, медленно подошел, открыл крышку, снял с себя рубище и, пробубнив что-то нечленораздельное, прыгнул вниз. Зачем? Для чего? Почему? С этой целью он выходил из леса, или же сие было сие минутным порывом? Так никто и не разобрался. Мужики подоспевшие вслед за гостем застали уже мертвое тело, мерно качающееся на поверхности воды лицом вниз. Быстро он умел не только бегать. Достали, сожгли, захоронили и начался падеж скота. Хотя, конечно, это слишком громко сказано. Померли-то всего две лошади, одна корова да пес по кличке Пень, и то последний скорее от старости, чем от необъяснимых причин. Если разобраться, такое количество смертей можно охарактеризовать как невелика потеря. Ведь в тот же год на Бородинском поле была захоронена 39 201 лошадь. Коров статистики не наблюдается. На 15 дворов такой процент смертности уже достаточный повод для паники. Сложив воедино все недавние события, приметы и суеверия, мужики на едином собрании в доме Боремира пришли к выводу, что колодец потребитий. Сказано сделано. Разве долго, когда толпою и с целью трудишься? Даже почти следов не осталось. Народ вегре не дурной и прекрасно понимал, что засыпав один, надо рыть другой. Единственным маломальским специалистом по лозоходству являлся Трифон, которого в свое время еще дед обучил этой псевдонауке. Хорошая новость состояла в том, что у него уже был опыт обнаружения подземных вод. В том году ездил он до сестры вальки, что выдали за лихого и которая разболтала там о способностях браться. За ним прибыли да посулили бадью падевого меда, если место водное укажет. То ли случайно, то ли правда по способностям, да ведь нашел собака течения подземные и прям вакурат. А плохая новость в том, что помер он еще зимой. Пошел пса под синим делом кормить, да прям перед ним и свалился. Нашли под утро окоченевшего. Была бы работа, а рабочие под нее найдутся. Отыскался в полдня пути от егры специалист. Привезли. Походил он часа два с лозой и уверенно указал на холм северной окраины. Затем потребовал оплаты и дороги домой. Мужики его на всякий случай попридержали, да вместо названной вбурились. И не зря. Черта вам окаянного, а не вода. Умельца в кавычках голым задом в муравейник, а сами нового искать. Ведь несподручно каждый раз за шесть часов до родников ходить. И сколько бы еще продолжались эти поползновения, неизвестно, да пришла тут Божья благодать в виде коровы пеструхи. Вели ее с выгула домой, а она вдруг встала, мордой в землю уткнулась и давай орать недобро. С одной стороны цепочка корова-крик-колодец как-то слабо между собой клеится, а с другой от безысходности решили все же проверить. И ведь пошла вода. Так шумно, весело и затяжно ягринцы даже свадьбы не гуляли. В итоге на этом месте и возник колодец, с трудом не доживший до наших дней. А пеструху зарезали. Кто ее знает? Может, кроме радости еще и беду какую наорет? Именно в этот колодец 1812 года рождения Марина ходила по воду и именно он сыграл роковую роль в ее жизни в ее преждевременном окончании. апрель близился к концу. Муж все еще не вернулся, а сын пока что был маловат. Знала бы она, какой вес придется ему ворочать через месяц с небольшим. В итоге функцию водоноса временно исполняла Марина. Ох, как не любила она это дело. Сам процесс переноса жидкости из пункта А в пункт Б ее не особо смущал. Что это за баба, что тяжести и трудности боится. А не нравился ей именно тот момент, когда ведро вглубь опускать и потом на барабан цепь ручкой накручивать. Недоброе было что-то в этом колодце. И, переливая воду из одного цинкованного в другое, чувствовала она страх неоправданный, потаенный, глубинный. Такой, который пятерней сожмет грудину изнутри, да держит так, что дышать тяжко становится. Рационально она прекрасно понимала, нет причин для опасения, никто не выпрыгнет, не схватит, не утащит. Но попробуй, объясни ребенку, что по ночам ты в комнате один и под кроватью никто не обитает. До черта с два. Хоть на пупе раз десять извернись, а все бесполезно. Уверенность такая, что даже ломом не вырвать. Так и взрослые, имеющие свои персональные страхи, немногим в эти моменты отличаются от детей. А частенько даже превосходят. Подцепив ведра коромыслом, Марина уже была отошла от колодца. Но тут из-за спины услышала глухой детский плач. Обернулась тишина. Показалось, из детей и в егре только ее павлик, да и то он староват для подобного. Может, ветер? Марина медленно повернулась к колодцу спиной, внутренне готовясь встретиться с обладателем плача, набрала полной легкие воздуха, сделала первый шаг и угодила ногой в колдобину. Иногда складывается ощущение, что равновесие придумано лишь для того, чтобы его невозможно было удержать. Толстуха неуклюже рухнула на землю, из-за коромысла не успев выставить руки вперед и этим смягчить падение. Одно ведро чудесным образом умудрилось приземлиться ровно на дно и почти не расплескаться. Другое же всем своим весом прямо углом ударилось обок марининого правого бедра сантиметров пятнадцать выше колена. Есть несколько моментов жизни, когда чувствуешь себя самым обиженным, униженным, бесполезным и лишним в этом мире. Именно один из них сейчас настал для этой тучной женщины, наполовину облитой водой и неловко пытающейся подняться на ноги. Многое она бы отдала, чтобы в данный момент оказаться дома, а не размазывать пухлыми ладонями грязь, в тщетных стремлениях по возможности меньше извозиться. Пришла домой, принеся с собой лишь одно полное ведро. Возвращаться и наполнять второе она уже не стала или не смогла, или Павлик еще спал. Марина ощущала себя изнасилованной. Она скинула одежду, оторвав при этом три пуговицы, одну из которых закатившуюся под шкаф уже никогда не найдет. Прямо посередине кухни налила в таз холодной воды, залезла в него и начала жесткой мочалкой соскабливать себя все то, что ей недавно пришлось пережить. Закончиво, она улеглась под одеяло и моментально уснула, даже не прибрав за собой на кухне. Бедро продолжало болеть. Сын первый раз в жизни застал свою мать, лежащую днем на кровати, но далеко не в последней. Еще покопаться в учениях древности и средневековья, то можно обнаружить теорию о том, что человеческая жизнь тем или иным образом завязана на числе семь. Каждый Адамов потомок проживает многочисленное количество раз семь различных ритмов, отличающихся восприятием происходящего вокруг. Каждый цикл продолжается примерно год, плюс-минус несколько дней, но может быть недель, но это реже. Не обязательно ровнять начало и конец по дню рождению. Всеобъемлющему безразличны паспортные данные. Семь циклов, семь лет. Первая фаза повышает физическую активность, выносливость, здоровье, но при этом захватывает агрессию и необдуманность своих действий. Вторая помогает набрать жизненный опыт, но не так, чтобы на бери и на ус мотай, а все через пробы, ошибки, да разбитые колени. Третья фаза дана на откуп интеллекту. Можно посидеть, подумать, что к чему, сделать выводы, не факт, что правильное, разобраться в происходящем и задуматься о будущем. Увеличивается коммуникабельность, контакты с окружающими. Но что за мед без дегтя, а таблетки без побочных. Вместе с вышеназванным развитием появляется хитрая предприимчивость, часто трансформирующаяся в бессмысленную корысть. Четвертое формирование собственной индивидуальности. Добавляется налет философии и серии «Что же верно, а в чем кроется ошибка?» «Кто прав, а кто виноват?» «Надо мне это или не особо?» Человек пытается понять, зачем он сдался этому миру и нужен ли он тому, с кем общается, тому, кто рядом, тому, кто якобы ценит. Пятая фаза почти как четвертая, только разница в том, что там ты должен пытаться строить себя философа, а тут ты должен наконец подвести черту и сделать выводы. Чаще всего неверные думать вредно, господа, дамы, кстати, тоже. Шестая — это когда устаешь от всего предыдущего. Хочешь свалить куда-нибудь, но в конце концов поддаешься своим чувствам и забиваешь на все эти стремления. Седьмая же — гуляй, рванино, от рубля и выше. Именно в этот цикл эмоции хлещут во все стороны, а чувства рвутся конями Лаумидонта. Именно в этот цикл люди творят мировые шедевры в искусстве, именно в этот цикл находят любовь всей своей жизни, но именно в этот цикл они могут разубедиться в своем таланте или же послать к чертям всех тех, кто им является самым близким, родным, любимым. Ну а потом вся эта семилетняя закольцованность начинается сначала до тех пор, пока не помрешь. так что зная год рождения человека и методом нехитрых вычислений можно легко определить в какой жизненной фазе он находится и что теперь с ним надо делать или не надо. Павлик, следуя данной теории, находился на самом последнем цикле седьмом. Но в разрез мнению далеких предков ему не особо хотелось отсекать лишнее от мрамора, играть на холсте светотенью, создавать из семи нот много композиционной сюиты или же из буквок складывать слова их в предложение, а их, в свою очередь, многостраничные осколки эпохи. В данный момент он хотел только одного, чтобы выдержало подозрительно скрипящее и потрескивающее правое колесо тележки. Отец, когда создавал это произведение сельскохозяйственного труда, совсем не рассчитывал, что на нем его же сын будет возить его же жену, мертвую жену, тяжелую жену. Огромный вес, который нещадно испытывал прочность приспособления для грузоперевозок, лишь бы она не развалилась до конца пути. А он, этот самый конец, уже показался в поле зрения. Невзирая на любые погодные условия, болезни, праздники, траур и другие досадные помехи, отец Павлика традиционно каждое воскресенье топил бани. У сестер Добцовых по-белому. В нее ходили хозяйки, его жена и сын. В своем дворе по-черному. Первые годы для себя, потом после смерти старух, приучил к ней домочадцев. Обряд происходил по следующей схеме. Начинал он со своей, разжигал дрова под решеткой, на которой лежат камни, печь как таковая отсутствовала, ставил сбоку на нее железный чан в два ведра и оставлял открытый настиж. Затем носил из колодца воду в баню Дубцовых, затапливал каменку, предварительно отодвинув заслонку в трубе и плотно закрывал дверь. Далее вновь к своей, которая неподготовленному человеку может показаться горящей из-за клубов дыма, идущих из окна и двери. На корточках, чтобы не надышаться гарью, подкидывал новое топливо. Так и курсировал между по-черному и по-белому, пока не приводил их в состояние боеготовности. Павлик мыться не любил. Раньше, в трех-четырех летнем возрасте, сидя на полоке, и послушно подставляя маме свое тело для омовения, он мог ни с того ни с сего закричать «Спасите! Помогите! замывают!» Что означало эта фраза «Кому она могла быть адресована в пустынной деревне?» Повзрослевший противник семейных традиций не понимал. Но при этом стыдливо вспоминал о достаточно регулярном повторении данного банного казуса. Сестрам же нравились эти возгласы, разносящиеся по двору. Они даже придумали коварный план, как потом на свадьбе Павлика отведут невесту в сторонку и расскажут о помывочных геройствах жениха, при этом естественно чуть-чуть историю приукрасив. Ну или не чуть-чуть, это как пойдет. После того, как Люба и Надя отправились друг за дружкой к правотцам, Сергей еще несколько месяцев по инерции продолжал топить две бани. Но постепенно все реже и реже, пока наконец черное не возликовало, празднуя безоговорочную победу. Кстати, к слову, именно в ней Павлик и появился на свет. Городскому человеку покажется дикой даже сама идея рожать вносквозь прокопченном помещении, ошибочно полагая, что большего антисанитарного места не найти. Но в процессе дымного прогрева напрочь уничтожались все грибки, успевшие расплодиться за неделю. Тепло и наличие горячей воды делали акт начала жизни гораздо менее рискованным как для здоровья мамаши, так и для младенца. Узнав об этом в трехлетнем возрасте, Павлик решил, что рожденный в таких условиях не может получить ожогов. Естественно, тут же захотелось проверить данную гипотезу и, конечно же, на себе. А для этого всего-то нужно положить руку на печку и выдержать три секунды. Выдержал. Хорошо хоть, что она уже была протоплена и накал почти сошел на нет. Экспериментатор отделался сильным покраснением да регулярными примочками из отвара прокипяченной коры дуба. В другой раз отец вдруг стал излишне сентиментальным и вознамерился посвятить сына в таинстве банного ритуала. Хотя Павлик и не особо уж хотел в него посвящаться. Решено было начать с полегче. Растопки печи в умывальне у дубцовых. Причем высшая степень доверия заключалась в том, что адепт должен проделать всю процедуру в одиночку, без помощи и совета наставника. Принеся в три подхода нужное количество березовых дров нарубленных месяц назад, отец говорил, что топить надо чистым свежачком. Это для тела полезней. Павлик поместил их в печь, предварительно отковыривая кору, которую он потом запихал между полениями и поджег. Огонь принялся на удивление быстро, расползаясь и черня куски бывших обладательниц почек и сока. А ведь не сложно, если умеючи, гордо думал ученик, шагая до дому, скоро я во всем смогу папу заменять. Может, все бы так и было, но вмешалась заслонка в трубе, которую Павлик, уходя, забыл открыть. В итоге баню пришлось проветривать несколько часов и топить заново. И делал это уже Сергей. Так что отношения у Павлика с той, кто любую болезнь из тела гонит, не клеились, причем самого раннего детства. Но именно к ней он привез свою маму. Семилетний мальчик с тележкой стоял напротив ворот в дом, некогда принадлежавший двум вечно веселым старушенцам. Вместо того, чтобы их открыть и зайти во двор, Павлик поймал себя на мысли, что, как ни странно, занят пересчетом досок, из которых они были сколочены. Двенадцать, ровно столько, сколько и в прошлый раз, и в позапрошлый, и в позапозапрошлый. Тогда все было понятно. Он считал от безделья или ожидания. Но сейчас зачем нужна эта процедура? Пытаясь понять смысл своих бессмысленных действий, он вдруг заметил, что неподсознательно пересчитывает их заново. Так, стоп, хватит. Павлик вошел во двор через дверь, находившуюся в воротах, выдвинул брусок, их закрывающий, и начал по переменке толкать створки, чтобы открыть. Доски были старые, рассохшиеся, давно уже не встык, а со щелями. Те, кого не должны были охранять, теперь лежат окруженные их сестрами, а им же, оставленным, приходится терпеть все погодные условия и медленно ждать превращения в труху. Хотя, если все же разобраться, то и они могут дать жизнь рожденному. А это ли не цель существования всего живого, неживого, и не обязательно ждать появления новой формы, вскормленной твоими останками, которая, впитывая и уничтожая старое, пропуская его через себя, прорастает на перегное. Достаточно воспроизвести себя подобное, а оно, оторвавшись от материнского чрева, быстро найдет еще пока непротоптанную дорогу в своей жизни. Или так и останется, паразитируя на теле своих воссоздавших. Сколько занос сможет поместиться в одном пальце, подумал Павлик, удивляясь тому, что раньше не задавал себе такой важный вопрос. Сто, двести, или, быть может, даже миллион? Нет, это чересчур много. Внимательно рассматривая, он поворачивал объект предположений. Шестьдесят? Ну, ладно, семьдесят. И если хоть на одну больше, то придется его отрезать. Он стоял совершенно забыв о цели прихода. А если одна какая-нибудь попадет в вену, а по ней в сердце, или еще страшнее, прямо в мозг, это же тогда я умру, и мне, наверное, будет очень больно. И мама с папой будут плакать. Мама! Павлик взялся за ручку тележки и с трудом закатил ее во двор. Затем вернулся и закрыл ворота. Сил остается все меньше и меньше. Интересно, бывает ли такое, что силы исчезают только в одной части тела? Ну, там вдруг одна нога устанет и не сможет двигаться, а все остальное бодрое и хочет дальше работать. Или же делаешь что-то тяжелое, вдруг упадешь такой, а мизинец на левой руке шоу строгнется, как ни в чем не бывало. Мысли упорно отказывались идти в нужном направлении. А если бы костей не было в человеке, он совсем не смог бы двигаться, или бы, например, мог спокойно перекатываться с места на место. Бесчисленные вопросы, бесчисленные ответы, каждая мелочь, каждая вещь, попадающая Павлику по пути, останавливала его, заставляла задуматься, найти проблему, обсудить самим собой, сделать выводы, в большинстве случаев такие же нелепые, как и сама проблема, и прийти к какому-либо решению. В итоге последние пятьдесят метров, отделяющие его от бани, заняли больше времени, чем весь путь от дома. Что это, зачем это, почему это, он не понимал, да и не хотел понять. Ведь он только что увидел проржавевшую литовку, валяющуюся там, где не положено. А ведь это же так, сам того не осознавая, сын, начинающий встречать свое седьмое лето, пытался растянуть последние секунды, проведенные с матерью. Дверь в предбанник была открыта. кром до itudes Продолжение следует...